Уважаемые телезрители, добрый вечер. Я, Анатолий Голлер, рад приветствовать вас в новой неделе на ТВ-8. По мере приближения выборов президента, потенциальные кандидаты на высший пост в государстве начали проявлять активность. На прошлой неделе партия социалистов официально отказалась от выдвижения своего политического кандидата и обозначила кандидатуру бывшего генерального прокурора Александра Стояногла в качестве единого кандидата оппозиции, предложив всем остальным партиям поддержать, создать платформу в поддержку кандидата. Однако все те, кто об этом говорили, об объединении сил, об едином кандидате, о том, что оппозиция должна быть вместе, все они заявили, что поезд ушел, будут баллотироваться каждый сам за себя. Почему так произошло, что будет дальше, какая будет кампания по выборам президента и референдум, поговорим сегодня. У нас в студии председатель формирования нашей партии Рената Усатый. Добрый вечер. Добрый вечер. Антоний, спасибо за анонс. Но такое ощущение, что вы представляли Александр Митриевич Стояногл. Люди ждали после вашего анонса, что должен сидеть Стояногл. Господина Стояногл я тоже приглашаю в передачу. Но пока что он отмалчивается, потому что непонятно, кандидат еще или не кандидат, потому что вы его не поддержали. Итак, вы согласны с тем, что партия социалистов сделала такой, по крайней мере, с их точки зрения, очень хитрый ход, очень умный, поставив всех вас, остальных потенциальных кандидатов, лидеров других оппозиционных партий, в не очень удобную позицию? Анатолий, давайте по порядку. Во-первых, я считаю и уверен, что Игорь Дадон сделал все для того, чтобы никто не пришел и ему никто не нужен сегодня из оппозиционных партий. Это раз. Два. Касаемо меня лично. Я четко обозначил свою позицию, когда были другие попытки справа и слева собрать эти круглые столы. Была желтая свадьба, закамуфлированная за пакт по Европу, с которой сбежали даже жених и невеста, по-моему, потому что там, помимо того, что не участвовали все проевропейские партии, даже те, кто подписались под этим пактом, одни начали отзывать, второй потерялся по дороге и так далее. Также я не участвовал ни в каких круглых столах с оппозицией слева. Поэтому для меня это выдвинул бы Дадон Александра Стайнового, выдвинул бы он себя, выдвинул бы он Батрынчу. У меня как раз ничего не поменялось, в отличие от других партий, которые пытались найти кандидата, где большая часть этих участников круглых столов и слева, и справа. Почему они не хотели, не хотят участвовать в выборах? Ну там люди, что с одной стороны, что с другой, у одних рейтинг 0,5%, у других 1,2%, и они хотели спрятаться за кем-то, прикрывая это какими-то объяснениями, что они хотят спасти страну, одни и другие. То, что Дадон, будучи очень опытным политиком, делал все для того, чтобы эта оппозиция, которую они приглашали, не объединилась, это было очевидно. Первое. Игорь Дадон, если бы хотел собрать всех, то не в партии социалистов, он бы мог посоветовать Александру Дмитриевичу выступить с предложением из инфотага, и ПН, у нас есть залы, скажем так, Нейтральные. Нейтральные. И Дадон мог бы через 2 часа первым откликнуться, да, то есть хоть как-то. А когда первым называют Воронина и говорят, приходите в офис Токачуковой, взаимоотношения их как бы известны, там и любовь друг к другу. Два он называет Рената Усатова, без которого невозможно. Третий там Иван Чебан, Кикун, Астас, Филат и так далее. Во-первых, компания странная. Начнем с этого. Ну, представьте себе, я стою рядом с Филатом, с серьезным лицом, и начинаю говорить, что я во имя спасения Молдовы и так далее. А в это время мимо проходят фуры с сигаретами, трубы со спиртом прокладываются и так далее. Стою рядом с Дадоном, кто-то должен стоять с кульками на потанцовке. То есть я в таких постановках точно участвовать не собираюсь. Но еще раз говорю, Игорь Дадон, почему я говорю, что он симулировал, приглашая всех? Я говорил почти со всеми, кого он назвал тогда, с трибуны. Никому не звонил Дадон ни в понедельник после пресс-конференции, ни во вторник. А как же вы приглашаете поговорить? А в среду отменил встречу? Нет, во вторник. Нет, во вторник вечером дали пресс-конференции, что они все готовы, всем надо подумать. А никому даже не позвонили. Вы видели, Ирина Влаг заявила, что она из прессы узнала, когда ее спросили во вторник или в среду. Поэтому Игорь Дадон решил каким-то образом отбелиться, скажем так. Например, когда они создали блок с Воронином. Для чего? Может, это Воронин тот, кто его много лет критиковал, они там враждовали. И партия коммунистов нужна была Дадону как отбеливатель от кульков и так далее. То же самое сейчас. Он спрятался за спиной Александра Стояногла. Почему Александр Стояногла? Человек, который был генеральным прокурором. Человек, который абсолютно бандитским образом сняли с должности. Эти там сфабрикованные уголовные дела. И весь тот абсурд, который ему инкриминирует. Поэтому это удобно. Но то, что Дадону не нужна поддержка других партий, это как бы очевидно. Плюс, сразу после этого выдвижения Дадон улетел в Москву. Он там до сих пор находится. Там он убеждает, давайте помогите избавиться от Стояногла. Потому что он увидит, что будут плохие результаты иметь в вопросах. То есть, он выдвинул Стояногла. После этого улетел в Москву. И там сейчас убеждают, что он лучше. И поэтому лучше сделать как-то, чтобы Стояногла или отказался сам. Так как другие партии не поддерживают. Да, другие не поддерживают. Он хочет, не хочет, остается кандидатом партии социалистов сейчас. Сейчас, да. Совершенно верно. Дадон в Москве в эти минуты пытается убедить, что лучше вернуть его. Это та же самая рубрика, что меня раздражало во всех оппозиционных партиях, которые откуда-то контролируются. Почему? Ему дали команду на год уйти с должности председателя социалиста. Он ушел. Ему дали команду. Разрешили вернуться. Он вернулся. Ему сказали не выдвигаться. Он не выдвигается. Дальше чего ждать? Еще раз. Что объединяет Дадона и Майя Санду, я считаю, это то, что они, сидя в кресле президента страны, педали и пульт управления находился в одном случае в Москве, в случае Майя Санду где-то на западе. То есть вы считаете, что если бы Стояногло сам выдвинулся по своей инициативе, вышел бы на консультации с партиями? Часть партий, большая часть партий, которую назвал Дадон на пресс-конференции, его бы поддержала. Они же это обсуждали. А вы? Я нет, потому что, еще раз говорю, у меня своя повестка. Вы давно приняли решение, что будете балотироваться. Я принял решение, плюс у меня были ошибки в прошлом, о которых я серьезно сожалею, за некоторые мне пришлось извиниться перед гражданами. Я не хочу участвовать больше ни в каких свадьбах, ни в желтых, ни в розовых и так далее. У меня есть ответственность и обязательство перед гражданами нашей страны, а участвовать в каких-то кружках, причем на которых большая часть лидеров контролируется из-за границы, которые ничего не решают, и куда-то уходят в туалет посоветоваться, позвонить, спросить, что можно делать, что нельзя, зачем мне такая политика? А вы общались с Таиноглой? Вы разговаривали в последнее время? Или когда последний раз говорили? Ну, в последний раз. Или обсуждали вопрос выдвижения его на пост президента? Да, мы разговаривали примерно там за 4-5 дней до выхода. Да, мы встречались, мы говорили. И что? Ну, я высказался у меня на эту тему. Вы сказали, что не можете поддержать? Нет, я говорил, а мы не говорили, можешь или не можешь поддержать. Я как бы говорил о том, что правильно нужно сделать так. Но имеется в виду обратиться ко всем, не привязываясь к какой-либо партии. Я бы сказал сомнение. Просто цитата из сегодняшнего интервью изданию Трибуна господина Стаиногла. Он говорит, что, цитата, Весь последний месяц у меня было огромное количество личных встреч с лидерами политических партий. Большинство из них уже выдвинулось кандидатами в президенты. Но при этом очень многие из них меня заверяли, что это не окончательное решение, переговоры все еще возможно. Что интересно, всегда все практически утверждали две вещи. Первое. Мол, было бы очень хорошо, если бы начало моего выдвижения случилось от крупнейшей и авторитетнейшей в смысле рейтинга партии, партии социалистов. И второе, что на это, увы, никогда не согласится Игорь Дадон. Но случилась сенсация. Дадон публично заявил, что ни он, ни представители его партии не будут баллотироваться на пост главы государства. Дадон совершил смелый, удивительный и не свойственный для молдавской политики поступок. Подождите, смотрите. То есть, исходя из этого интервью, мы понимаем, что... Вот кого там назвали? Что Воронин сказал, нет, иди выдвигайся от Дадона, от крупнейшей партии. Или Ирина Влаг сказала, иди выдвигайся от Дадона? Ну, я не знаю. Не, ну, давайте это лучше, когда будет у вас Александр Миссис Туди спросить у него. Я не могу комментировать. Когда он будет, я спрошу, кто написал интервью. Ну, окей. Я встречался и говорил, я высказывал свое мнение касаемо и выборов, и что произойдет, и что лучше, что хуже. Я с уважением отношусь к нему, как к порядочному человеку. Поэтому с ними я как раз и согласился встретиться. С Дадоном, с Филатом не могу встретиться. Вообще? Ну, потому что слева мне будет пахнуть кульком, а справа будет сигаретами. Скажите, пожалуйста, какой запах вам больше нравится? Я не хочу ни одного, причем не сигарет, а контрабанда сигарет. Правильно, поправлюсь. Сразу задам вопрос. Тут есть вопрос вашего, вы, наверное, видели в социальных сетях, вопрос бывшего кандидата на пост примара Кишинева, Иван Дьяков. Спросите Рената, во втором туре он поддержит Стоянову? Послушайте. Давайте до второго тура кто-нибудь дойдет, а потом поговорим. Даже так, то есть теоретически вы, я просто и скажу, я ждал вашего другого ответа, что вы никого поддерживать не будете. Я сказал, что после того, как я в 2016 году поддержал Дадона и потом выслушивал за все его кульки в социальных сетях, после того, как в 2020 году из-за коррупционных схем, из-за поведения Дадона, значит, я призывал голосовать против него, поддержав мою санду, у меня получается, что все проблемы в политике из-за поддержки кого-то, я сказал, что я больше никогда, никого, не против кого поддерживать не буду. И я это сказал, по-моему, даже у вас в студии. В том числе, вот сейчас, если будет второй тур, если вы не пройдете во второй тур, вы никого не будете поддерживать. Еще раз, я во втором туре, чтобы меня больше никогда ни в чем не обвинял, буду, если я не окажусь во втором туре, то я точно призывать ни за кого не буду, чтобы было понятно. Эта позиция не может быть изменена. Уже как я проголосую и так далее, пойду или не пойду вообще на выборы, это другой вопрос. Я никого во втором туре. Да. Но баллотироваться вы будете однозначно. Анатолий, давайте так, баллотироваться, я об этом объявил давным-давно очень осознанно, два. То, как сделал Додон выдвижение Стайногла, если Додон что-то не придумает сейчас, чтобы Стайногла либо сам отказался, либо ему скажут отказаться, потому что плохие опросы и так далее. Я уже видел ряда плосов, которые сейчас делают, если не все, то почти все. И Додон своим поведением просто открыл мне не калитку, а ворота во второй тур. Поэтому зачем мне обсуждать вообще, за кого я буду голосовать. В смысле? Сейчас открыл калитку во второй тур? Смотрите, цифры в вопросах были следующие. 35-38 Майя Сандо, 14-16 Додон, так? Ренат Усатый 8-1, 9-2. Значит, меня с Додоном уже разделяло 5%. Понимая стратегию, что ни один кандидат не может передать 100% другому. Ну да, есть плюс, есть минус. Да, совершенно верно. Передает часть рейтинга, но передает часть антирейтинга. Поэтому я имею все основания сегодня бороться за свое участие во втором туре. Поэтому обсуждать сценарий, который спрашивает. А вы считаете, что Стайногла, вот вы сказали, что сейчас Додон пытается убедить снять Стайногла. Эта кандидатура была согласована в Москве, я так понимаю? Кандидат Москвы он или нет? Нет, я насколько знаю, он не был согласован в Москве. Я знаю, что Додон там рассказывает какие-то байки про то, что Стайногла пару недель летал в Москву. Я вам говорю, что Стайногла не было на территории России ни две недели назад, ни три, ни четыре, ни пять. Додон, опять же, чтобы навредить, он же ничего хорошего никому в жизни не делал из своего окружения. Рассказывает какие-то сказки про поездку туда. Я знаю точно, что в Москве запретили участвовать Додону. И сказали, определяйтесь там сами. Вроде бы разрешили уже. Ну, вот перед этим выдвижением говорили, что ну вот все. Разрешили возглавить партию? Разрешили возглавить? Разрешили уйти? И так далее, короче. Поэтому, то есть то, что это не какая-то русская комбинация, это для меня, ну, по крайней мере, точно мне понятно. Не русская комбинация? Не русская. А чья? Додона? Лично. Еще раз, Додону запретили идти. Скажите, пожалуйста, кто может быть сегодня кандидатом вместо Додона, который бы помог ему отмыться от его старых грехов? Ну, он же не может назначить условно Цирдию там или кого-нибудь другого, понимаете? Ну, нужен был кто-то. Так же, как еще раз использовали партию коммунистов в 2021 году, когда создали блок перед правом. В том числе и в перспективе парламентских выборов, показать, что вот партия социалистов. Да, совершенно верно. Плюс, Додон где-то, я думаю, внутри себя обрадовался, вы поймите. Он бы пошел с мая, он был для нее самый удобный кандидат, он бы эти выборы опять проиграл, и он был бы дважды потерпевшим. И дважды потерпевшим рассказывать про победу на парламентских выборах, а так он потом будет рассказывать, что если был бы он, он бы набрал 90%. Понимаете? 20% смак уменьшенного, соответственно. Он бы повторил подвиг Андрея Анастасия. С президентских выборов, когда на парламентских выборах партия не прошла в парламент. Есть такая стратегия, что проигравшему не следует идти. А что же со стратегией Москвы? Москва, ну, не верится, что останется безучастной, что позволит кому-то определять. У Москвы будет свой кандидат? Москва делает ставки на Илана Шора. Шор, стоя ногло, поддерживать, скорее всего, не может, в том числе по личным. Да, Шор с Плохотниковым его точно не могут поддерживать. Ну да. Поэтому, я уверен, Шор продолжает искать какого-то своего кандидата. Вы поймите, меня не интересует вся эта возня. Как меня интересует? Антон, меня интересует поговорить просто... Вы будете баллотироваться, это ваши потенциальные противники на выборах. Мне все противники на выборах понятны. И те, которые объявили о своем участии, и те, которые только о нем объявят. Понимаете? Поэтому мне зачем? Я сейчас должен заниматься... Люди ждут от нас с вами сегодня обсуждать какие-то президентские проекты. Люди ждут каких-то решительных действий. А сегодня кто, кого там согласовали в Москве, кого согласовали в Вашингтоне? У вас достаточное количество аналитиков бывает в этой студии, там и в других, которые, я уверен, очень квалифицированно ответят на эти вопросы. А выборы вообще будут? Потому что вы как-то говорили, что могут отменить, могут не состояться выборы. Я по-другому сказал. Я сказал то, что были сделаны изменения в законодательстве, что со ссылкой на чрезвычайное положение сейчас выборы можно отменить в любой момент. Они сделали эту поправку. Я так понимаю, для того, что если им не понравится, как идет компания, или будет понятно по каким-то закрытым вопросам, что власть проигрывает, это себе оставили как лазейку на всякий случай, для того, чтобы можно было их отменить в последний момент, либо отменить их результат. Ну, вы так говорили и про местные выборы. Вы вообще говорили на местных выборах, что вот-вот выборов не будет. Вы даже не торопились выдвигать кандидатов, что выборов не будет. Но выборы прошли в срок. Анатолий, послушайте, может быть поговорим о том, о чем я говорил, и точно произошло, когда еще три месяца назад говорил, что начнется зачистка всех блогеров, всех тех, кто борется с властью. Это началось. Может быть поговорим о том, что пошли душить всех инфлуенсеров в ТикТоке, собрались у них 26 миллионов лет, это произошло. Я говорил четко о том, что за измену Родине придумают закон, под который смогут просто за одну ночь лишать людей гражданства. Значит, это вот завтра, послезавтра уже начнет происходить. У нас полтора года назад, как приняли закон о сепаратизме, точно так говорили, что всех там накажут, всех к ногтю и всех призовут. Этот закон, как и многие другие законы, не работает. Анатолий, послушайте, у нас тут много чего не работает. Сегодня очень многих в оппозиции спасает то, что у действующей власти нет тех инструментов, которые были у Плохотнюка. То есть они хотят быть как Плохотнюк, но у них это не получается, для этого нужны свои руки, понимаете? А у них таких людей очень мало. Когда мы слушаем министра внутренних дел, где мы сегодня должны говорить об отставке господина Эйфроса, я уже понял, вот эта команда, как село называется, трех министров, имени трех министров, трех танкистов. Вылетело мне тоже сейчас. Да, если кто-то, люди понимают, откуда родом всплыну господин Эйфрос. За Магдачештами сразу, да. Значит, почему нам нужна отставка господина Эйфроса? Господин Эйфрос, как министр внутренних дел, Анатолий, не как министр сельского хозяйства или образования, вышел в этой студии, ну, на вашем телеканале, у вашей коллеги, да? И заявил открыто на вопрос Марианы Рассе, он ей ответил, я это пересматривал семь раз, думал, может, где-то кто-то вырезал, знаете, как у нас бывает, вырезают, монтируют. Его госпожа Рассе спрашивает, скажите, пожалуйста, у нас есть организованные преступные группировки в Молдове? Министр говорит, нет, нет. Анатолий, у нас еще Владимир Воронин в 2008 году отчитался. У вас сколько новостей в год о том, что лидер ОПГ такой-то задержан за наркотики, лидер такой-то ОПГ задержан за наркотрафик. Потом добавили туда ОПГ Плохотнюка, это все в ваших новостях и на других телеканалах. Лидеры ОПГ, группаря Плохотнюк, группаря Шор, группаря там Макена и так далее, это все из ваших новостей. И министр внутренних дел после убийства в Кишиневе выходит и говорит, у нас нет организованной преступной группы. Его коллега выходит и говорит, что киллер был суперпрофессионал, не переживайте, его интересовал только объект, который он застрелил. Может дать ему медали на Олимпиаду от Молдавии отправить этому киллеру, понимаете? Когда Анатолий, мы должны требовать отставки министра внутренних дел, вам говорю несколько нюансов везде, как они борются со всем. Произошло убийство. По видеокамерам установили предполагаемого киллера, его маршрут действия до парка Димо на Рыжканике. Там они его теряют. Что вы думаете? Кинологов они не вызывают вообще. А прочесывать эту парковую полосу, лесную полосу, они начали через 24 часа после убийства. Я не понимаю, в тот день свадьба у кого-то была или что? То есть, и когда сегодня, я еще узнаю о том, что вы узнали, завтра прилетает группа следователей Скотланд-Ярда. Уже была информация, что прилетает группа следователей. Была. Только информация не для сотрудничества, а для того, что они хотят взять тест с этого убитого лидера ОПГ. Ну, вдруг это двойник. То есть, они хотят тест ДНК, убедиться, что убитый это именно тот, который сидел в тюрьме в Великобритании, который там контролирует наркотрафик в северной части Великобритании. Знаете, почему летят? Потому что они не верят нашим. Они говорят, как говорят англичные, вдруг они за 500 долларов не с того трупа возьмут тест ДНК, и они летят сами лично брать тест. Вот доверие сегодня к нашим властям. Министр внутренних дел за фразу, что в стране нет ОПГ, просто должен уйти в отставку и заниматься программой там сад и огород. И я считаю, что это единственное. У нас же, к сожалению, совести ни у кого нет. И неважно ошибки в закупке газа безумными тарифами, это возвращение с Пыну в новое правительство. Зачем вам баллотироваться на пост президента, если вы были хорошим министром внутренних дел? Вы же говорили раньше, что надо создать МОСАД, готовы возглавить МОСАД. Анатолий, я говорил и говорю о том, что нужно ликвидировать Центр по борьбе с коррупцией и Службу информации и безопасности из этих двух структур создать одну. Я уже молчу про реформу того же МВД. Но сегодня у нас слишком много служб, слишком много чиновников, районных советов и так далее. Анатолий, поэтому... Что даст ликвидации и объединение? Кстати, об этом говорили, об этом и власти говорили, когда им не нравились там кто-то в МВД, поменяли директора. Послушайте, вот у нас все так происходило. У нас правящая партия ПАС также говорила про административно-территориальные реформы, под которыми они подписались вместе со всеми другими партиями в КАЛМе. Понимаете, когда мы там были все. Опять этого никто не делает. Потому что все сегодня пытаются сохранить рычаги влияния на ту или иную острову. Поэтому только диктатура порядка в интересах страны. А административно-территориальная реформа нужна или нет? Диктатура ответственности перед гражданами могут спасти Молдову. Про административно-территориальную реформу и диктатуру порядка мы сразу после рекламы поговорим. Чуть вы все смешали, но начнем заново. Мы вернулись в прямой эфир. Я перед рекламой задал вопрос господину Усатову. Вы сами затронули, я не планировал обсуждать. Административно-территориальная реформа нужна или не нужна? Конечно, нужно. Я про это говорю с 2014 года. Но все партии боятся об этом говорить, в том числе и партия власти. Они не взяли эти обязательства, потому что боятся. Они взяли эти обязательства, потому что мы в Калме были и подписывали, в том числе и они, где мы говорили про административно-территориальную реформу. Послушайте, они не добились элементарных вещей для страны. Давайте реально говорить. Только касаемо внешней политики, у них были результаты, достижения. Это то, чем занимался. Как убедить людей, что административно-территориальная реформа, она в самом деле сейчас необходима? Анатолий, только через диктатуру порядка в интересах страны. И диктатуру ответственности перед гражданами. Я так понимаю, что вы примеряете... Людям нужны завтра результаты, не в 2030 году. Людям завтра нужен новый налоговый кодекс. Люди сегодня ждут диктатуру инфраструктуры. Людям некуда пойти пожаловаться сегодня, Анатолий. Понимаете, ни одно ведомство не функционирует сегодня в стране. Люди сегодня президентская республика, единственный вариант для того, чтобы это реализовать. Я так понимаю, что вы примеряете на себя пиджак диктатора. Анатолий, 101 человек в парламенте за 30 с чем-то лет независимости. Это коллективный ремонт квартиры. В результате, по результатам которого у нас нет ни ремонта, ни квартиры. Скажите, пожалуйста, вы не согласны? Вы постарше меня. Вы много лет там журналист. Работали еще при Лучинском. Скажите, пожалуйста, правду я говорю или нет, когда говорю, что 70-80% депутатов парламента каждого созыва, это люди, которые ни разу не выступают за время мандата в течение четырех лет, хотя бы у трибуны, и которые голосуют так, как им напишут мабель. 70-70, ну... Анатолий, ну давайте честно говорить. Ну 50 точно. Ну Анатолий, ну более 70. Рената Георгиевич, я так понимаю, что вы идете на выборы, вот Додон придумал национальный интерес. Додон не придумал, а это он склептоманил. У нас вектор национального развития прописан в уставе нашей партии давным-давно. Додон он же, то Россия, только таможенный союз, война в Украине, хоп, начал у нас становиться центристом, дает интервью в настоящее время и говорит, я продолжу переговорный процесс. Послушайте, то есть... Где дадут чуть-чуть комбикорму? Другие там нейтралитет, придумывает всякие вкусные для избирателей вещи, которые или уже существуют, или совершенно нереализуемы. Вот вы хотите идти с лозунгом, вы сказали про Петра Кирилловича Лучинского, вот это его погубило. Он хотел президентскую республику. Послушайте, меня не интересует, кто кого погубил. Меня интересует то, чего хотят граждане нашей страны. Граждане нашей страны ждут... Граждане хотят Сталина, да. Граждане хотят конкретных решений и человека, который бы в стране отвечал за все. А если мы еще 30 лет будем прятаться за какими-то шторами, что вот они, мы и так далее. Есть человек, который... Почему Майя Санду сегодня? То, что ей нравится, она говорит, что это она. То, что ей не нравится, она говорит, нет, это компетенция правительства, это компетенция парламенту, и спросите у них. Анатолий, нужно перестать прятаться, нужно быть ответственным перед гражданами нашей страны, и нужно выйти четко и признать, что все, что было сделано за 30 чем-то лет нашей независимости, это привело к чему? Что у нас уничтожили... Назовите мне министерство, отрасль, неважно, сельское хозяйство, не решили элементарно вопрос ирегации. Система образования подбита. Районы и больницы, их количество. Большая часть из них похожа на конюшни. Про инфраструктуру я молчу, Анатолий. У нас нынешняя... То есть людям... И решение всего этого президентская республика? Сильная рука? Президент? Да, один человек, который отвечает за все. Меня не интересует диктатура личности. Меня интересует диктатура инфраструктуры, Анатолий. Скажите, какой образец, какая страна для вас в этом смысле является примером? Самое хорошее. Самое в хорошем примере. Страной, с которой можно больше всего примеров взять, это Ликвен Ю Сингапур. Там 70% того, что было сделано им, когда за 35 лет из колонии страна, в которой не было даже питьевой воды. Они ее импортировали. Но они начали с борьбы с коррупцией. Совершенно верно, Анатолий. Но у нас борьба с коррупцией идет по телевизору, либо поймали одного врача, одного учителя за столе. Но это другой менталитет, другие люди. А что нам, сдаться в плен сегодня? Другое все. Или слушать юнионистов, которые говорят, давай объединимся с Румынией, решаться все проблемы. Нет. Анатолий, это как и вступление в Евросоюз, вы поймите, сегодня, если внешние партнеры увидят, что у нас есть какие-то реальные реформы проведены, особенно в юстиции, где у нас сегодня самая большая штанга, нужно признаться. И так говорят внешние партнеры, это не я вам говорю. Значит, ждать 2030 год, люди хотят завтра из меня, они устали. А каждая партия приходит, говорит, 2030, программа 2040. Как вы видите президентскую республику? Люди хотят завтра. Вы понимаете, что для того, это чисто популистское, вы извините, это чисто популистское предложение, чтобы идти на выборы, да? Анатолий, вы не правы. Для президентской республики нужно пересмотреть всю систему государственного управления, нужно принять новую конституцию, новый закон о правительстве, порядок формирования правительства, разграничение полномочий и все остальное. Информация, которую вы сейчас озвучиваете, осталась у вас с тех пор, как вы работали помощниками Петра Кирилловича. Мир меняется, система и возможности тоже. Анатолий, подождите, смотрите, это же моя инициатива, не ваша. Разрешите мне, пожалуйста, провести до конца всю подготовительную работу и в начале кампании выйти и отстоять каждый пункт и каждого предложения из того, что связано с диктатурой порядка в интересах страны и диктатурой ответственности перед гражданами. Плюс, вас люди смотрят в прямом эфире, те, кто в социальных сетях, я не знаю, кто смотрит на сайте ТВ-8, напишите, пожалуйста, в комментариях, вы за колхозную парламентскую форму правления бездельников из 101 человека? Или вы за президентскую республику? Напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение. Ведь меня люди подвели к этому решению, это не я сидел и думал. Я понимаю, что люди хотят, но люди не до конца осознают, что на то, что вы предлагаете, уйдут не месяцы, а годы. Анатолий, на то, что я предлагаю, послушайте, у вас на вашем телеканале начнутся реальные новости после недели моей работы. Анатолий, дайте, Анатолий, если народ мне доверит руль, послушайте, Анатолий, вы даже не понимаете, что начнется. Ренат Игоревич, мы были, потому что не важно, чтобы люди понимали. Давайте я вам другой пример, более близкий к вам, более понятный, а то вы говорите, что мир меняется. Мир меняется, возможно, Рената Усатый тоже меняется. Вы были примаром Бельц. Сколько времени, сколько дней, если можно? Ой, сколько дней. Ну сколько? Три года. Больше. Ну как три года? Четыре года. Больше, Анатолий, да. Что вас интересует? Из этого времени, сколько времени вы отсутствовали в Бельцах? Вы были в командировках, в отпуске. Это к чему сейчас? К тому, что люди избирают Рената Усатого президентом, а он уезжает, потому что он... Анатолий, послушайте, это вы вот сейчас, Анатолий, вы сейчас что делаете? У вас есть определенный образ жизни. Анатолий, ну вы несете чушь, послушайте. Причем тут, вы если командировки называете, это только сельсовет, и если вы себя к ним причисляете, Анатолий, меня это пугает. Что значит сельсовет? Это значит, что вы думаете, что командировка, вы привыкли сидеть как чиновники, бюрократы, буржуи в кабинетах, ходить вечером в домино, раз в неделю сауну и 100 грамм, через месяц ЦК, КПСС, еще через месяц придумаем, сказать людям, почему вы ничего не делаете, почему ничего за 4 года не получилось. А я летаю по миру, потому что мир идет вперед. А у нас 80% начальников, про которые вы говорите, которые сидят каждый день в кабинете, которые не видели ничего, кроме затоки и наводарь, а вы ждете от них каких-то конкретных изменений. Я горжусь, что я увидел пол земного шара, и в отличие от этих тюленей, желторотых сегодняшних, я знаю, что, как и когда делать. А когда примар Бельц, а почему вы не спросите, что примар Бельц 6-8 месяцев согласовывает спилить деревья. А почему вы не говорите об этих дебильных законах, чел, май, миг, пресс, когда приходят мошенники, которые производят тазики и выигрывают конкурсы сегодня по капитальному строительству дорог. А скажите, пожалуйста, а когда сегодня мэр города не может заставить экономического агента, владельца украденного, приватизированного незаконно здания, таких и в Бельцах, и в Кишиневе много, обязать собственника хотя бы закрыть каким-нибудь баннером, как будет выглядеть это здание после реконструкции. Вот вам образец, это Бельский универмаг, который является одним из самых страшных зданий на серии Молдави. И вот президент, и вот придет президент, который будет иметь полномочия, и все решит. Сотрудничал с разными властями, но я убедился тогда, когда я взял кувалду в руки, когда? Когда меня уже вывели из себя, и когда экономический агент построил без единого документа театр, пристроил его к театру Василия Александрия, когда пришла супруга покойного волонтера, замуровали окна директора театра Василия, это памятник культуры, вы понимаете? Вы понимаете, что это без крыши в разных министерствах органов России? Я вас кувалдой помню. Это не могли сделать, понимаете? А вы вот, вы ездите и так далее, Анатолий. Да, я тот, который не будет сидеть, как ваша Майя на таможнях, фотографироваться. Послушайте, она бездельница. Это не наша Майя. Вы сходили поздравлять Майю Санду с букетом роз. Я говорю, когда проведу. Очень хорошо. Но когда президент стоит на таможне... Только не надо свои грехи на других. Когда президент стоит на таможне... А, я грешник, да, из-за этого? Я сказал, что не надо свои грехи. Анатолий, послушайте. Я за свои ошибки. Если надо, извинюсь еще раз перед гражданами страны, но я иду с высоко поднятой головой. Я хочу жить в нашей стране. Сегодня мои дети, они не нуждаются сегодня в качественном питании, в нормальной одежде, в нормальных школах. У меня двое детей сегодня живут в Кишиневе, учатся в кишиневских школах. Их не интересует, сколько стоит колбаса, мясо, молоко, коммунальные услуги, потому что есть я и их отец, который им на это деньги выделяет. У меня третий ребенок учится на дизайнера Виталия, моя старшая дочь. Я хочу, чтобы жили дети других людей так, как мои. Ваши дети тоже ни в чем не нуждаются, Анатолий. Вы из бизнеса, вы не зависите сегодня от социальных пособий, от зарплаты для того, чтобы у вас дети учились в вузах за границей. Вы ездите сегодня на иномарке так же, как и я, не потому что Голя чиновник, который что-то утащил, а у Голи есть бизнес. Спасибо. Анатолий, не, я правду говорю. А когда сегодня они и вот эти все бездельники, понимаете, вы... Господин Усатый, не горячитесь. Я не горячусь. Я к тому, что вы привыкли к определенному образу жизни. Анатолий, мой образ жизни посрочный. Вы раз в месяц должны ловить рыбу в дельте Дуная, и это нормально. А вы хотите, чтобы я, как депутат и пас, собирался в кружке курить по косяку и потом друг другу рассказывать, сколько они хороших рыб... Анатолий, я не... Послушайте, я политик... Но придет другой президент. Анатолий, вы сказали про рыбалку, я отвечу про рыбалку. Да, я хожу сегодня на рыбалку, но я зарыбляю озера в нашей стране. Я зарыбляю все озера, которые не успели сдать в аренду в нашей стране. Не важно это. С прошедшим вас вчера днем рыбака. И вас в том числе. Если вы считаете, что рыбалка это хобби, который... Да, Майя Санду имеет тоже хобби. Хайкинг. Он был блудник в педиалвере. Воронин собирает ретроавтомобили. Да, у меня есть хобби. Охота на гуся и рыбалка. Понимаете? Я-то не... Другие политики, они прячутся. И когда ездят на курорты и так далее, мне нечего прятать. Еще раз вам говорю. Я и хочу, чтобы люди, особенно пенсионеры, которые нас смотрят. Мы сегодня, у нас большая часть пенсионеров живет за чертой бедности. Мои родители не просили компенсацию на газ, Анатолий. Я им оплачивал полную стоимость 29 лет, безумную и так далее. Я хочу, чтобы люди, простые люди в нашей стране жили так, как я помогаю своим родителям. Вы уже почти что на предвыборном митинге. Да нет, что вы это самое. Потому что, при чем тут митинге, Анатолий? У меня нету личных интересов. Реально, реально. Я самодостаточный человек, который еще... Что не работает? Не работает президентская республика. Анатолий! Не работает. Анатолий, послушай, Анатолий. Вы любите ездить в Европу, приведите мне пример европейской страны. Анатолий, Анатолий, у нас и парламентаризм здоровый, большинстве европейских стран. Где есть президентская республика, президентская власть. То ли опас, и все. Антолий, пожалуйста. Я знаю, что вы сторонник сегодня этих бездельников. С вас устраивает, есть симпатичный Раду Марион. Я ничего не сторонник. Я вам даже скажу, что вам даже для этого не нужны русские каналы. посмотрел на Раду Паряна, как будто смотришь Бониэм там на РУ-ТВ. Понимаете? То есть, Анатолий... Я же не говорю, что смотришь Рената Усатова и видишь Георгия Лепса, как жизнь жизнь... Григорий Лепса, как жизнь удалась. Анатолий, давайте так. Давайте я лучше буду... Караоке петь не будем сегодня. Послушайте, Анатолий... Давайте о серьезных вещах говорить. И не заниматься... И не заниматься... И не заниматься... Смотрите, Усатый певец. Вау, Усатый. Предлагает диктатуру. Да, они тоже хорошо поют. Раду Мариан тоже хорошо поет и танцует. Оставьте вы меня с этим Раду Марианом. Так вы начали про него. Послушайте, у меня сегодня другое. Сегодня... Зачем? А это количество НПО, которое сегодня... НПО, вы поверьте, поймите, их останется несколько в стране, те, которые делают что-то конкретное для страны. А вот эти все центры пропаганды, и для меня не важно, не западный, русский, Анатолий, поверьте, НПО, вы балдеете, вам осталось не так много месяцев балдеть. Потому что все эти НПОшники, я вот... Вы поймите, сегодня все делается для того, чтобы дорачивать людей, удерживать сегодняшнюю власть. Да, я против НПО, так же, как я против гей-парадов. Я с 14-го года говорю. Я понимаю, что это европейские ценности, правильно? Но что-то даже желтые за вот этой голубятней, розовой как-то прячутся. Я же не говорил их убрать полностью. Гей-парад с 4 утра до 5 идти на Маркулешской взлетной полосе, чтобы люди, когда идут прошивать, уже ни на кого не нарвались. Понимаете, у меня есть вещи, которые я никогда не переступлю. Поэтому у меня есть и вопрос по многим ценностям, так как говорится. Вы говорите вещи, которые избирателям нравятся. Вы обещаете коммунизм в отдельно взятой стране. Нет, Анатолий, я говорю, что сегодняшние европейские практики и достижения, которые есть на Западе, а в Финляндии это система образования, в Германии это система здравоохранения с правильным количеством региональных... Вот это уже ближе к реальности. то, что осталось хорошее Советского Союза, неважно, это те же за год конторы, мы должны обеспечить людей в селе работой. Их не обеспечит работой ни система здравоохранения Германии, которая одна из лучших в мире. Сегодня Германия и Израиль, они одни из лучших, понимаете? Поэтому, естественно, систему здравоохранения нужно не стесняться копировать там. Система образования в мире одна из лучших это Финляндия и Япония, понимаете? Но по экономике, если сегодня Объединенные Арабские Эмираты серьезно шагнули вперед, значит, нам не нужно стесняться сегодня копировать от них. А когда сегодня наша власть три года ей понадобилась на то, чтобы легализовать наклейки для автомобилей с правых рулем, чтобы не слепили встречный транспорт. Они в ночное время у нас в Молдавии были. А я об этом говорю. Вы об этом говорили. А это в Румынии решено и во Франции. Анатолий, люди... То, что вы говорили, система образования, система здравоохранения, экономика, все это работает в нормальных демократиях, в европейских странах. Я же не говорю о том, что Молдавский парламент это идеал, что правящее большинство 63 мандата это все святые. Не готова наша страна сегодня... Послушайте, у вас было с парламентаризмом более 30 лет. Дайте 4 года поработать. Составьте список, вы пойдете все равно на парламентские выборы. Вы же будете участвовать в парламентских выборах. Анатолий, знаете, в чем я... Составьте свой список кандидатов, если Ренат Усатый выигрывает в президентские выборы. Послушайте, будут такие парламентские выборы, вы даже не успеете с пас нормально допить чай, а уже в стране пройдут досрочные парламентские выборы. Еще раз, я со всем этим выйду, детально расскажу, и граждане поддержат или нет, они выскажут свое мнение. Разве что вы устроите государственный переворот, потому что демократ... Здрасте. Демократичный президент... Господин Голин, у меня было приплакотники около 30 уголовных дел, в том числе за попытки... Давайте закончим все это. Послушайте, я сделаю все цивилизованно, в рамках правового поля. И самое главное, Анатолий, вы поймите. Вот я уже вас хочу спросить, при каких случаях расформировается парламент и назначаются досрочные выборы. Потому что вот то, что вы говорите, ну, господа избиратели, это нереально, нереально добиться согласно закону. Дайте мне, я выйду и объясню людям. Почему вы все... Так объясните. Нет, сейчас... Объясните. Мне сейчас прочитать всю предвыборную программу. Нет, вот вы стали президентом, и что дальше? Первый шаг, второй шаг, третий шаг. Анатолий... Как вы распустите парламент? Что я точно скажу, что как я только стану президентом, парламент будет распущен очень быстро. Другие детали я пока сообщать не буду. Я понимаю, что вам нужны заголовки на завтра. Мы уже... Начнется компания, выйду и скажу. Мы уже... Я еще так вам скажу. Вы сразу сделаете мандат на ваш автомобиль для некоторых депутатов ПАС. Им, скорее всего, может потребоваться ваш личный автотранспорт для того, чтобы... У вас несколько, вы можете им дать. Вы можете дать... Я как раз буду тот, который будет всех возвращать страну. Я просто, когда вы говорите про распуск парламента, я вспоминаю 2016 год, когда вы устраивали акции протеста с Андреем Настасьевым, Игорем Додоном. И когда зашли в парламент, почему-то, чтобы распустить парламент. Почему-то вас с Додоном не оказалось в стране. Андрей Настасьев растерялся и не знал, что делать. Я прилетел и был... А, Анатолий, уже было поздно. То есть вы сейчас спрашиваете, почему не было госпереворота, или что? Ну, вы тогда грозились, что вот тогда была такая возможность... Анатолий, то, что в 2016 году я зашел в парламент, и моя ошибка, и я извинялся, если люди забыли, готовы еще раз извиниться, тогда нужно было нажать на педаль газа и все закончить. Да, это была моя ошибка, то, что тогда я остановил. А теперь вы станете президентом и возглавите, станете во главе государственного переворота, чтобы свергнуть парламент, правительство и кого-то расстроить. Люди ждут, когда будет государственный банк. Ну, не будет. Ну, не будет. Люди ждут реинтеграции страны. Послушайте, да что не будет? Потому что были ваши бездельники из ЦК КПСС в плохом смысле слова власть. Я не говорю сейчас про коммунистов, понимаете? Потому что все вот это, волоки это наши собрались. Послушайте, скажите, пожалуйста, парламентская республика, сколько раз у нас по-настоящему решался в парламенте вопрос избрания президента страны? В одном случае решался в кабинете Филата, в втором случае или в том же в кабинете Плохотнюка. Это все было фикса в парламенте для того, чтобы дурачить людей. Вы, я не правду говорю сейчас, коридори? Вы правду говорите? Или реально депутаты решали? Ну, у нас сейчас всенародные выборы. А-а-а-а. У нас всенародные выборы президента. Хорошо, по-другому. И вы в них участвуете? То, что решалось и решается в парламенте, решалось и решается сегодня, это реально депутаты решают? Я говорю про правящую партию ПАС. Или им написали в Вайбере, как голосовать, за что и как воздержаться. Анатолий, и самое страшное, что вы, как опытный и бизнесмен, и журналист, знаете про все это. Ну, вы делаете вид в прямом эфире, что вы первый раз про это слышите. Вы знаете, что в парламенте реально не принимается решение. Я чту Конституцию, а Конституция написана, как распускается парламент, как назначаются Я вам про это все расскажу. Анатолий, я вам про это все расскажу. Еще раз. Когда станете диктатором. Анатолий. Диктаторы не читают Конституцию, я понимаю. Реклама на ТВ8 продолжит. Толя ПАС начинает про диктатуру. Мы вернулись в прямой эфир. В конце предыдущей части господин Усатый сказал про реинтеграцию страны. А как вам видится реинтеграция? Анатолий, сегодня, если мы не начнем реальный диалог с жителем Милевого берега Днестрана, для того, чтобы начать диалог, не вот эти форматы 5 плюс 2, 8 плюс 49 и так далее, а реальное общение с гражданами страны, и мы не начнем их интегрировать через какие-то конкретные предложения, как, например, обсуждать количество мест депутатов в парламенте, то, что обещали жителям Гагаузи, их обманывали тоже более 30 лет, и сегодня без этого мы не сдвинемся, эта проблема останется навсегда. Доми Додона им никто не обещал, потому что у нас... Обещали Гагаузам 5 мест. Господин Додон обещал. Нет, обещал. Больше никто. Послушайте, нет, и при коммунистах им обещали. Ну... И русский язык им обещали второе. Да там обещали все, что ходят в разное. Меня интересует. Меня интересует сегодня как государственника реальная реинтеграция нашей страны. Проблему Приднестровья нужно решать. То, что было в течение более 30 лет, это была имитация решения Приднестровской проблемы. Гагаузов сегодня из-за того, что Майя Санду воюет с Шором, они взаимовыгодные враги. Майя Санду должна показать, что она борется с русским миром через Шора, а Шор должен показать русским, потому что он борется с Западом и с Майя Санду. То есть они друг к другу подходят. Вы что, не видите этот Рик Уводы? Аляр Гекай. Руководитель пресс-службы администрации или глава парадок. Это не Рик Уводы. Рик Уводы это тот, который пел в Аргене на концерте. Это Даниил Водов. Да, но тот молодец, который про Аляр Гекай. Этот не очень. Этот выход отвечает Шору пять раз в день. Они друг друга. Им выгодно пугать людей. Послушайте, нравится, не нравится, если есть претензии уголовного характера. Вы их решаете. И не важно по отношению. Нет. К одним или к другим. Вопрос был про реинтеграцию. Еще раз. Вы как-то говорили, что в Приднестровье поехать не можете, потому что вы объявлены в розыске в России. Послушайте. В Приднестровье вас могут похитить и передать русским. Послушайте. Я помню эти в каком-то эфире... Приднестровье не могут похитить, я такого никогда не говорил. Но вы в Приднестровье не ездите. Нет, давно не был. Послушайте. И как вы собираетесь реинтегрировать президент? Президент, который не въездной в Приднестровье. Анатолий, я въездной или не въездной? У меня, во-первых, нет. У вас есть информация, что я не въездной? Нет, это вы говорили. Я не говорил, что я не въездной. Вы говорили, что вы не можете поехать туда. Опасайтесь за свою безопасность. Анатолий, давайте я в Hungarian-рации вы говорили, что усилили свою охрану, потому что опасate. Я говорю только то, что вы говорили. Анатолий, нет. Вы говорите 10% того, что я грел, а 9 оборачиваете в оболочку ПАС. Понимаете? Анатолий, короче, послушайте, нужно решать проблему. Вы еще сейчас говорите, что вот, а у вас же война с ФСБ, как вы собираетесь решать, послушайте, моя война, это моя война, я с этим разберусь. Но я не могу... Хороший вопрос себе задать. Я не могу себе, я не могу свои какие-то личные неприязни или претензии к кому-либо поставить выше национальных интересов страны. Меня интересует сегодня решение проблем граждан. И я с чертом буду разговаривать, лишь бы лишь бы жизнь граждан в стране изменилась к лучшему. Вас беспокоит охрана после того, что произошло с Трампом. Послушайте. Меня не беспокоит охрана совсем. Анатолий, пытайте сказать что-то. Ну вы включили какой-то... Вам диктуют на ухо эти бездельники ваши. Анатолий, послушайте. Вы на митинге выступаете и говорите, что я вам не даю высказаться. Анатолий, если я дойду до финальной цели и стану во главе страны, меня по дороге не уберут, как это было с Трампом, поверьте мне, в стране жизнь изменится. Что сделали эти в Америке ваши эти... Отлично. Давайте, что отлично? Вы не хотите говорить про выборы в США? Нет, не хочу. А я вам скажу. Я знаю, что вам не нравится, потому что даже ваше НПО перестанет получать деньги. Я хочу про выборы в Бандаве. Потому что Трамп после покушения на него выиграет выборы. 15 тысяч человек уволят из спецсуры Госдепа, в том числе ваших доноров, отвечающих. И вы останетесь без финансирования. Поэтому вы не хотите... А вам даст деньги? Послушайте, мне не нужны деньги, а у меня есть свои. Трамп человек из бизнеса. И я вам скажу, что ваш Байден может сегодня заканчивать войну в Украине. Кстати, это хорошая новость. До Нового года, максимум сразу после войны в Украине закончится. Благодаря усилиям Трампа или Орбана, или кому-то еще. Нет, нет. К этому не имеет отношения ни Трамп, ни Орбан. Насколько мне известно. Важно другое. Что эта безумная война закончится. И следующей весной в Украине в один день пройдут и президентские выборы. И выборы в Верховную Раду, и Зеленский в них участвует. Я запомню, еще один ваш прогноз. Нет, запомню. Который я очень хочу, чтобы он сбылся. Ну так, Анатолий, послушайте. У меня есть сомнения. Вы задали себе хороший вопрос. Все, вы разбираетесь. Вы задали себе хороший вопрос. Как президент страны, Рената Усатый, который ведет войну с ФСБ, имеет уголовные дела в России. С некоторыми людьми так. Имеет уголовные дела в России. Не уголовные дела, а уголовное дело, которое мне сфабриковали во время президентской кампании. Выражайтесь хоть вы правильно. То ваши НПОшники выходят. Тоже вышел один там светленький позавчера. Вот Усатый. То есть, когда выборы, ваше НПО поют одним голосом. У меня нет НПО. У меня нет НПО. А ваше телевидение это тоже НПО, нет? У меня нет НПО. А ваше телевидение это не НПО? Вот смотрите, Вера Михайловская, реальный человек, задает вопрос на Фейсбуке. Хочется услышать от Усатого лично про уголовные дела в России. И осуждение России в конфликте с Украиной. Он обещал отказаться от российского паспорта. Выполнил обещание или нет? Да, я подал документ еще тогда, через неделю после того, как я вышел на пресс-конференцию. То есть, завтра хотите уточнить дату? Раз, два. Так это уже было полгода назад. Ну и что, Анатолий? Какая раз это было? Полгода или четыре месяца? Я это сделал. Раз, два. Я осудил эту безумную войну с того дня, когда она началась. Я не являлся у вас и так далее. Но, еще раз говорю, в интересах граждан Республики Молдова, в интересах их благополучия, я хочу посмотреть, что вы будете говорить и что запоет ваши, ну не ваши, а нынешняя власть. Да, они все мои. И Байден мой, и Трамп мой, и власти мои, и все мои. Анатолий, я имею в виду, когда закончится война в Украине, чем они дальше будут пугать людей и рассказывать им про безнадежную ситуацию? Это то же самое, если Молдова бы завтра вступила в Евросоюз, пас на парламентах бы набрал 3-4%. Они сегодня только держат людей тем, что обещают, ну и звать Сигуром Европы в 2030-м. Так же, как и Филат ходил с книжкой «100 уголовных дел» или «100 историй Воронина». Помните, с книгой ходил Филат на презентацию и так далее. Короче, Анатолий, я хочу сегодня конкретных изменений. Меня не интересуют все кандидаты. Все кандидаты на постпрезидента носятся с какой-то идеей. Кто-то обещает европейскую интеграцию. А я к этому готовлюсь, Анатолий. Кто-то говорит про нейтралитет, который заложен в Конституции и ничего менять не надо. Анатолий, знаете, чем вы мне нравитесь? Кто-то ходит по церквям каждый день, волнами причем. Анатолий, Анатолий. А Рената Усатый придумал свою фишку. Диктатура. Причем тут Ренат Усатый. Послушайте, вот, уважаемые граждане нашей страны, запомните, что Анатолий Голя, сокращенно Анатолий Пас, сегодня я сказал, сегодня я сказал о том, что Усатый придумал. Не вы хотите человека, который отвечает за всю руководитель страны, а Усатый придумал. Анатолий, более 50% населения. Усатый придумал приманку для избирателей. А это что, рыбалка или что? Ну вот, правильно, вы как опытный рыбак. Анатолий. Анатолий, вы сегодня в проевропейском костюме, но видок все же остался со времен Черненко, понимаете? То есть, я в этом ничего плохого. Поэтому у вас более европейский костюм. Вы ездите только в Европу, смотрите на европейскую демократию. Мне нравится Европа. Смотрите на европейскую демократию. Нравятся многие достижения. А приводите пример Жириновский. Опять Жириновский. А тут вопрос был просто про Жириновского. Как лидер нашей партии прокомментирует свежее расследование ученик Жириновского по своей персоне? А это вот ваши анпо-ошники. Я не видел, кстати, наши анпо-ошники. Я не видел. Это заготовка, это не вопрос телезрителя. Это вам микрофон передал вот этот. Да посмотрите на фейс. Мальчик, который хочет свою страницу раскрутить. Это вот человек, который задает вопросы на каждую передачу. Посмотрите на фейс-клубки вопрос. Что вышел ваш пермиссирум на западном. Молодой мальчик. Окей. Что вам не нравится? Ну ладно, не нравится. Что тут нравится? Анатолий, когда выходит человек и говорит, вот, я не очень хочу, но я процитирую Дадона, вот усатый гопник, а вот усатого уголовная Россия. А что же вы, желторотики, мпо-ошники, молчали раньше? То есть во время выборов говорите, что это преследование по политическим мотивам. У меня есть решение сегодня, что это дело является политической расправой. Раз. Плюс для вашего вот этого мпо-ошника, почему он не говорит, что судья, который дал мне заочный арест, это тот, кто осудил Магнитского, Ходорковского, Навального, а? Почему он это не говорит? Вот тот, который... Я не видел расследования, я задал вопрос телезрителя. Потому что есть задача сегодня, но мне нравится, мне нравится, что испугались ваши коллеги и пошли, один там пошел, вами и Буня. Нет, ваши коллеги, я имею в виду вот этих всех помоечных сайтов, которые... Анатолий, мне нравится это. Это меня заводит и говорит о том, что я иду правильным путем. И то, что ваши, которые говорят вам, научник, нервничает. Послушайте, что такое вот парламентаризм? Парламентаризм, это вам сейчас наушник говорят, что делать. Во время диктатуры ответственности, Анатолий. Мне в наушнике говорят только, когда реклама, господин Усатый. Анатолий, вам пишут, вы вовремя рекламы вот так вот бегаете, чтобы посмотреть, что вам еще написали. Анатолий, написала очень красивая женщина, был вынужден прочитать сообщение. Это самое. Анатолий, послушайте. Вот сегодня у вас парламентаризм. Вы понимаете, вы все сегодня говорите про Европу, про демократию. Но вы понимаете, что иностранцы, которые приезжают сегодня в нашу страну, из Европы, они в Молдове начинают, могут находиться максимум 3-4 дня. Вы знали про это? Нет, они находятся максимум 3-4 дня, и их начинают болеть легкие. Причем у всех. Я их спрашиваю, говорю, слушай, а что вам максимум 3-4 дня? Говорю, слушай, легкие болеют. Причем в воздухе слишком много демократии. Вот какая сегодня у нас Европа. Что вы называете сегодня Европой? Что сегодня из-за как последствия бедности, ухудшения здоровья, у нас в стране рост преступности. Что вы сегодня называете положительным? То, что количество продаваемых наркотиков в этом году увеличится. А подождите, вопрос к тому же Ефросу, который, я считаю, должен уйти. Все, он двоечник для меня. И милиционерам нужен вожак, понимаете? А вот эта история с этими гражданскими в Сиби, в МВД. Анна Ревенко была. Понимаете? Анна Ревенко отправилась сейчас на Олимпиаду. Она по конному спорту привезет вам и золото, и серебро, и бронзу. Если отправить... Ну не надо. А что плохого? Я сказал, стоп. А что хорошего? Что она привезет золотые, серебряные, бронзовые лета. Золотые, серебряные. Вас нужна... Майя Санду хороший президент Германии, кстати. Вас на чемпионат Европы по рыбной ловле надо отправить. Вы привезете золото, и серебро, и бронзу. Майя Санду хороший президент для Германии. Там президент без полномочий, и в стране нет проблем с инфраструктурой, бедностью и так далее. Там пенсионеры пьют кофе, который стоит 3-4 евро. Фреши апельсиновые за 5 евро. Вам там очень нравится. Анатолий, я хочу, чтобы было так, как в Германии. Стоп, Анатолий. Ну так вышло диктатуру, а не за... Станьте дезинформировать граждан страны. Я не призываю к диктатуре той, про которую вы говорите. Вы говорите про кольц личности, про то, что в стране появляется некий царек. А я говорю про диктатуру ответственности перед гражданами, про диктатуру в инфраструктуре и во всех необходимых социальных сетях. Диктатура ответственности это такое себе выражение. Анатолий, вам понравится, послушайте. Вам понравится. Некоторым вашим коллегам не понравится. Даже не сомневаюсь. А вам понравится потом... Я думаю, зритель, который вам задал этот неприятный вопрос по Жириновскому... Да нет, для меня все приятные. Что мне ответить в том вопросе? Усатый сказал, что ему нечего обсуждать с Филатом и Дадоном за грехи этих политиков в прошлом. Сегодня вы тоже это сказали. Как же так получается, что ему есть что обсуждать с командой Шора по тем же Бельцам? Или Шор это теперь другое? Анатолий, послушайте, а с чего вы взяли, что... Во-первых, я что, в Бельцах что-то... Вот вы сейчас несете пропаганду социалистов. Вот пропаганда социалистов. И плюс у вас задача... Свои помощники, то пропаганда социалистов. Значит, мажьте Усатого с Шором. Я же... Анатолий, в том центре, где вам раздают задания, у меня больше людей, чем у вас. Вот мне дали задание пригласить Усатого сегодня. У вас нет телезрителей, которые... Вот что значит Шор в Бельцах? Что я делаю сегодня с Шором в Бельцах? Шор делает инфраструктуру. Что он сделал? Что Шор сделал в Бельцах? Что он перечислил в Примарии? Вы врете сейчас, Анатолий. Вы врете и несете пропаганду, которую вам диктует микрофон. Господин Горин, послушайте. Надайте один пример. В какой инфраструктурный... За что Шор один раз перечислил деньги Бельской Примарии? Назовите один пример. Назовите один пример, за что Шор перечислил хотя бы 100 долларов. Спросите вашего Примарова. А, так не несите чушь. Ничего Шор не перечислял в Бельской Примарии, Анатолий. А с кем вы сотрудничаете в Бельской? Смотри на него. Я понимаю, что у вас сегодня есть желтая коалиция ПАС ваших социалистами и с этим бездомным Глигором. В Бельцах, да. Это коалиция, у которых есть большинство. Понимаете сегодня? Почему вы про это не говорите? Почему вы не спрашиваете этого Глигора, когда он у вас в студии раз в неделю, потому что вы раскручиваете только своих и сериала «Безумный мир». Почему вы не спрашиваете? А как так вы сегодня сидите с социалистами и так далее? Потому что ваш Глигор и все ваши остальные, они просто тюфяки потерпевшие. Григоришин идет в русское посольство, вы там хоп, все закрылись по точке. Господин Усатый, наш Глигор сидел у вас в Примарии в Бельцах целыми днями. Вы дружили. А сегодня вы мне говорите, что это наш Глигор. Это ваш Глигор. И я к нему... Это ваши партнеры. Не отказывайтесь от своих партнеров. Какие партнеры? Анатолий, еще раз. Господин Григоришин, вы его сделали Примаром. С Григоришином была история. Вы там не поделили что-то. Ну не надо спихивать и обвинять всех. Анатолий, я не спихиваю. Ладно, Анатолий, давайте так. У нас сколько минут осталось? У нас осталось очень мало времени. Ну серьезно. Что у вас с Побельцем? С социалистами, с Марошаном? Я хотел показать сюжет Побельцем. Анатолий, давайте спросите. Нету времени, дам вам возможность больше высказаться. Социалисты вышли с обвинением. Партия социалистов, поэтому я должен комментировать. Они вышли с обвинением, что по заданию Рената Усатова избили это их, Бородатого, шестерку Гриши Болгара по фамилии Марошан. Вот мне подсказали, впервые за передачу подсказали, у нас 7 минут. Спасибо. Значит, они вышли и сказали, что из-за того, потом вышел Марошан, говорит, что из-за того, что он борется с коррупцией Бельской Примарии, и внимательно, из-за того, что Усатому не хватает деньги на президентскую кампанию, значит, поэтому мы его посадили. То есть его сначала побили, потом Петков с Ричаном догрелся его посадке. Хотя Петков с Ричаном встречался после. Вы понимаете? Вот если Дадон, как бывший президент, человек, который там вырос при Воронине, у него главный консультант Гриша Болгар в Москве, и он его шестерок и солдат, людей, которые избивали людей до крови, которые, чем они занимались, и про роль войку и так далее, мы поговорим в другой раз. Но этих мерзавцев запустили торпед страну, это на тему, что, говорит, нет УПГ, Ефрос тоже, говорит, да, который сегодня занимается дестабилизацией в Бельцах, который выходит, говорит, что вот группировка Усатого по заданию Усатого избили. Смотрите, Анатолий, так я покажу, на какую камеру, кстати? Ну, не знаю, если будет видно. Не важно. Значит, смотрите, на этой камере Марошан в красном, вот этот розовый, Дадона вы точно не перепутаете ни с кем? Да-да-да, вот крупный. А вот этот рядом, видите, да, Николай Еремчук, знаете кто это? Нет. Это тот, кто бил Марошана и их. А как же человек Усатого, как они говорят, вот он, Николай Еремчук с Дадоном, презентурирую Дадона в кабинете. То есть, это их люди. Это тот человек, которого арестовали вместе с Марошаном? Да, это те, кто били Марошана и там второго человека. Их арестовали и одного, и другого. Да, их арестовали. Но Марошан вышел с социалистами, говорит, что их отправил Ренат Усатый, потому что Марошан борется с коррупцией. Так вы завтра выдвинете болгары на должность министра внутренних дел. То есть, для Дадона, я считаю, это тоже сильно аргументно. То есть, самая большая мерзость, это, вот, пожалуйста, смотрите, на возложение, опять же, тот, кто бил Марошана и второго, вот он опять же тут. Дальше, тот, кого били днем, видите, вот этот Арсений? Я не знаю, извините, это сайта полиции Тайваня. Люди арестованы за вскрытие банкоматов и за другие преступления там же. Значит, и так далее. И говорить сегодня, как они это делают, что вот это люди Усатого, они просто бессовестные. Они говорят, что Усатому нужны деньги, Усатый хочет распродать Бельцы. Просто бессовестный. Я вложил миллионы лев инфраструктуры в Бельцах только в этом году и скоро будет ее презентация. Я вкладываю деньги в спорт, в мероприятие День город, футбольный городок Бельцы, Камрад и так далее. Что делают они? Этим людям не нужна. А самое мерзкое, что ПАС, который борется сегодня с преступностью и с коррупцией, сегодня в коалиции как раз именно с ними в Бельцах Анатолий. Когда наше предложение, извините, после выборов, какое было? Говорят, я ухожу, чтобы никому не мешать, потому что председатель партии, это будет постоянная проблема. Я это понимал. Выдвигайте каждая партия по одному примару, у кого есть фракция. Берите за работу. Что они выходят и говорят? Ага, это капкан, там надо работать. Анатолий, через 4 месяца они приходят с полунепонятным пассажиром, полумошенником там с Краснодарского края, который ведет одну программу авторскую на одном телеканале. Короче, они просто бесстыдники, понимаете? Не хотят они. Хотят что-то делать, Бельцах пусть делают. Хотите, расскажу следующую их аферу? Следующий совет, они готовят инициирование. Вот у меня доверие примару и качать ситуацию и так далее. Понимаете? Они готовят, вот у меня доверие примару. И когда сегодня вот этот бородатый подонок, солдат Гриша Болгара, я так говорю со всей ответственностью, значит сидит у главы фракции ПАС. У этого банкира в Бельцах каждый день они что-то координируют. Послушайте, не хочу ни таких розовых партнеров, ни таких желтых, просто подлых негодяев. И они врут, что они борются, понимаете? Подставили вы Петкова, назначив... Я не назначал, Петкова выиграл выборы. Перестаньте говорить словами социалистов. Выборы. Вам сейчас диктует... Уже социалисты диктуют. Оставьте, пожалуйста, Голю в покое. Он взрослый человек, он знает, что... Вытащите наушник, Анатолий. Докажите, что сила в правде. Три минуты осталось. Анатолий, вытащите этот наушник, оторвитесь от ПАС. Три минуты осталось. Анатолий, вытащите наушник. Я должен знать, когда рекламу... Анатолий, рекламы не будет. Анатолий, рекламы не будет. Я вам дал шанс покончить с ПАС. Нет, я вам помогу диктатурой порядка. Да, то есть диктатура... Анатолий, будет все нормально. Вы будете смотреть программу «Сельский час», «Утренняя почта». Будут хорошие другие авторские программы. Вы не будете смотреть про розовый мир, про голубятник. Вы будете строить бизнес в Молдавии. Вы не будете узнавать, кто новый комиссар, начальник налогового или прокурор. Вы будете заниматься только развитием нашей страны. Господин Усатый, я сейчас говорю про всех бизнесменов. И мелких, и средних. Вам лучше устроиться на какой-нибудь телеканал, вести сказку, вечернюю сказку. Вау, Анатолий, Анатолий, как вы сейчас по мне ударили, вы знаете, Анатолий, вы сейчас по мне так ударили. Будете рассказывать детям, как они хорошо будут жить, когда Усатый ведет диктатуру закона. Вы так по мне сейчас жестко ударили, те, кто вам помогают, советуют. Вы не можете объяснить, как будете управлять страной, какие реформы будете проводить. Анатолий, вы врете. Я вам задал вопрос несколько раз. Я сказал, что когда будет компания. Подождите, а почему я должен сегодня? Сегодня у людей отпуск. Закончился футбол. Работает, продолжает. Что иметь это? Анатолий, послушайте. Тогда вы не должны баллотироваться на пост президента, потому что у людей отпуск. Анатолий, 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 зачем вам не стыдно? Вы же сейчас несете чушь, Анатолий. Ну что значит несете чушь? Анатолий, потому что вы всю программу несете по какой-то диктатуру не объясняете, каким образом можно изменить конституцию и порядок государственного управления в стране. Анатолий, я в отличие от вас не только могу сказать, а в отличие от вас и вашего НПО, я знаю, как сделать. Я сказал, что начнется кампания, я выйду по каждому вопросу. Нет, вы сегодня, вы НПОшники можете указывать пас, как жить. Мне не надо. Я выйду тогда, когда я захочу довести гражданам, понимаете? А гражданам я это сделал, доведу в начале кампании. На дебаты, кстати, почему вы не расскажете людям сегодня, что все ваши НПОшные телеканалы, вы не будете проводить дебаты на президентских выборах, потому что Майя Санду отказалась участвовать в дебатах, и она не будет. И вы под этим предлогом из-за того, что будут приходить только представители каких-то партий, вы не будете проводить дебаты. А вы считаете нормальным проводить дебаты с представителями кандидатов в президенты? Избиратели будут голосовать за представителей? Подождите, то есть сегодня из-за того, что Майя Санду не хочет ходить на дебаты? Мы на выборах... Большинство телеканалов не будут проводить дебаты? Почему? Чтобы у оппозиции не было возможности сегодня... Вы помните выборы в местные органы власти? Да. Мы проводили дебаты? Наверное. Мы вашего кандидата с Бельс приглашали? Наверное. Да. И мы тогда сказали, что... Анатолий? Представителей кандидатов в студию не пускаем, потому что люди голосуют за примара, а не за представителя. Анатолий, стоп! О, Анатолий, что-то вы тут стали диктаторами! А не за представителя. Ах, вот оно что! То есть в любой нормальной стране, когда приходят представители того или иного пар... Послушайте, не даете потрогать Майю Санду, дайте потрогать Яшку Цыгана, Раду Мариана, понимаете? Анатолий Закать, то есть вот он, значит, диктатура инфраструктуры Усатова плохая. А то, что Голя, вернее, не Голя, а НПОшники и администрация президента решила не проводить дебаты, чтобы не приходили представители партии. А что плохо? Сам Ракат, Уфимеев, Румас, Орум, Овинит, Луаратат, Ла Телевзор. Они же для этого большинство уходят к вам, понимаете? Да, ну Голя. И люди за кого должны голосовать? Стоп, вы сейчас больше диктатор, чем я скажу Ким Чен Ир. Вы сейчас поступили жестче, Ким Чен Ир и Лукашенко, Анатолий. Потому что вы сейчас людям сказали, что вы не будете приглашать представителя партии. Пользуясь своими диктаторскими замашками, я объявляю, что сегодняшняя передача подошла к концу. У нас нет эфирного времени. Я запомнил прогнозы господина Усатова, мы вернемся к ним неоднократно. Оставайтесь с ТВ-8, увидимся в понедельник. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!